Уникальный музыкальный проект. Произведение композиторов 17-18 веков в исполнении звёзд мировой оперы. Шедевры далёкого прошлого в эпоху постмодерна. Звёзды барокко. С понедельника по четверг в 17.35 на нашем канале. Звёзды барокко. По радио. Напечатать в газетах крупным шрифтом. Николай Карамзин. Несть лесть его языцы моим. Авторская программа Игоря Завотузского на канале Культура. Ты был замечательным отцом. Благодаря тебе мы Пасхье преуспели. Красивая. Талантливая. Я отрезал 46 ног, 125 рук. Ты хотел, чтобы 20-й век был веком бедняков, которые выбрались наверх. В семье Пасхье люди на любой вкус. Спасибо, папа. Суровые будни одной буржуазной семьи. Клам Пасхье. АПЛОДИСМЕНТЫ Вечер сегодня я поделил на части. Первая часть – это будет Пушкинское время. Я пришел к Пушкинскому времени через альбом того времени. Что такое альбом? На сиреневатых, голубоватых, розоватых страничках написаны короткие стихотвореницы. Две, четыре, шесть, восемь строчек. Я бы даже сказал, что альбом – это собрание маленьких микроскопических сочинений. У каждого стихотворения в альбоме есть своя история. Многих я не рассказываю, но вот это расскажу. Итак, Александр Сергеевич написал в альбом Пани Сабаньской, одно из первых красавиц Петербурга, стихотворение. «Что в имени тебе моем?» Оно заканчивается, но в день печали, в тишине, произнеси его, тоскуя, скажи, есть память обо мне, есть в мире сердце, где живу я. И, наверное, в тишине, наверное, вечером Пани Сабаньска тщательно переписала это стихотворение и отправила в третье отделение. Секретным сотрудником, которого, оказывается, она была, об этом мы узнали в 20 веке. Ну, пусть будет такая история, но стихотворение живет. «Что в имени тебе моем?» Оно умрет, как шум печальный, волны плеснувший в берег дальний, как звук ночной в лесу глухом. Оно на памятном листке оставит мертвый след, подобный узору надписи надгробной на непонатном языке. «Что в нем, забытое давно, в волнениях новых и мятежных, твоей душе не даст оно воспоминаний чистых, нежных?» «Что в день печали, в тишине произнеси его, тоскуя?» «Скажи, есть память обо мне, есть в мире сердце, где живу я?» Альбом, как жанр, пришел к нам из Германии в конце 18 века. У каждой барышни, у каждого молодого человека был свой альбом. Обязательно в Редикюле на каждый бал носили этот альбом. И там между собой, значит, обменивались какими-то мыслями, которые были заранее заготовлены. И поэтому узкий круг общения знал, кто это пишет. Но почти все были подписные. Но подписывались только, конечно, инициалами. Потому что мы знали, кто, кому, что пишет. Темы, конечно, какие? Вечные. Тема любви, тема дружбы и тема вечной памяти. Совсем недавно пушкинисты нашли в альбоме Осташковского помещика знакомый почерк, тот полетный пушкинский почерк. И что же он там написал? Река времен в своем течении уносит все дела людей и топит в заводе забвения народы, царства и царей. А если что и остается через звуки лиры и трубы, то вечности жерлом пожрется, и общей не уйдет судьбы. Вы узнали, конечно, это последние стихи Гаврилы Державина. Написаны почерком Пушкина, но, правда, он не подписался. Итак, перелистаем страницы этого альбома. Конечно, вы не раз видали уездный барышний альбом, что все подружки изморали с конца, с начала и кругом сюда на зло правописанию. Стихи без меры по преданию В знак дружбы вечной внесены, Уменьшены, продолжены. На первом листике встречаешь Кэкрира в усерсе таблет и подпись Тут А, В, А, Нет. А на последнем прочитаешь Кто любит более тебя, пусть пишет далее меня. Тут непременно вы найдете два сердца, Факел и цветки Тут верно клятвы вы прочтете В любви до гробовой доски Какой-нибудь пиит армейский Тут подмахнул стишок злодейский В такой альбом, мои друзья, признаться Рад писать и я Уверен, будучи душою, Что всякий мой усердный вздор Заслужит благосклонный взор И что потом с улыбкой злою Не станут важно разбирать А строй или нет, я мог соврать И очень много в альбомах музыки Музыка и отдельные строчки нотные Вклеенные произведения, переписанные И сегодня вы услышите несколько мелодий Того времени Те самые я отбирал Те, которые слышал Александр Сергеевич Пушкин Те, в которых он принимал участие И многие романсы, написанные для него Он сам корректировал текст Для удобства пропевания, что ли Я сейчас приглашу на сцену моего партнера Удивительного человека Гитарист, семиструнная гитара Несколько человек, которые упорно занимаются Этой гитарой Мы ее даже называем русской гитарой Итак, Владимир Маркушевич До революционной музыкальной энциклопедии Про этого автора сказано Не поднялся в мелодии Выше городского романса Александр Александрович Алябьев Сочинил несколько мелодий Причем одна из них Вы знаете, да? Соловей Тот самый, которого цитировали многие западные композиторы Алябьев Стихи Пушкина Увы, зачем она блистает? Увы, зачем она блистает Минутной нежной красотой Она приметно увядает Во цвете юности живой Увянет жизнью молодою Недолго наслаждаться ей Недолго радовать собою Счастливый круг семьи своей Увянет жизнью молодою Недолго наслаждаться ей Недолго радовать собою Счастливый круг семьи своей Беспечной, милой, остротою Беседы наши оживлять И тихой, ясною душою Страдальца душу услаждать Спешу в волнении дум тяжелых Закрыв уныние мое Наслушаться речей веселых И наглядеться на нее Смотрю на все ее движения Внимаю каждый звук речей И миг единый разлученья Ужасен для души моей Надо сказать, что на стихи Пушкина Первые, что ли, переложения на музыку Были сделаны, увы, не в 1924 году Не Алябьевым, а его соучениками Лицеистами Немножко о них В лицее у всех были прозвища Яковлев, например, считался паяцем И комедиантом И у всех были номера Номера были и по списку их поступления в лицей И по тем комнатушкам, которые они занимали И эти номера с ними остались до конца Именно у первого особенно выпуска Пушкин всегда подписывался Номер 14 И вот эта теплота Этой цифровой загадки Сохранялась с ними до конца В сегодняшней программе будут Еще несколько упомянутых людей С того времени Поэтому я вам напомню Конечно, вы все знаете Пущин был номер 13 Большой Жано, как его называли Пушкин 14 Дельвик 33 Кюхельбекер 38 Яковлев 39 Вот А Корсаков был 43 И теперь мы послушаем Первое сочинение музыкальное Яковлева Итак, автор стихов номер 14 Музыка номер 39 Слеза Послушайте, мне кажется Ох, интересно Вчера За чашей пуншевою С гусаром я сидел И молча с мрачною душою На дальний путь глядел Скажи, что смотришь на дорогу Гусар мой попросил Еще по ней ты слава Богу друзей не проводил Груди Груди Поникнув головою Я скоро прошептал Гусар Уж нет ее со мною Груди Вздохнул И замолчал Слеза Повисла на реснице И канула В бокал Дитя Ты плачешь О девице Стыдись Он закричал Оставь У сарок Сердцу больно Ты знать Не горевал Увы Увы Одной слезы Довольно Чтобы Отравить Пока Вчера За чашей пуншевою С гусаром Я сидел И молча С мрачную душою На дальний путь Глядел Увы 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 Бесов И привидений Бог ведает Куда девались они Но ты Мой злой Иль добрый Кей Когда я вижу Пред собой Твой профиль И глаза И кудри золотые Когда я слышу Голос твой И речи Резвые Живые Я Очарован Я Горю И Содрогаясь Пред тобою И Сердце Пылкого Мечтою Аминь Аминь Рассыпся Говорю Пушкин Пушкин Это написано В альбом Ушаковой Две сестры Ушаковых Елизавета и Екатерина Благодаря этим альбомам мы узнали Много лирических стекларений Пушкина Известно что он На день мог по три раза к ним заезжать Значит какие там были беседы Какие проявления творческие И сколько он мог сочинить в оба эти альбома Кое-что они Как по альбомному закону Переписывали друг у друга А многое нет И что опять же Такая мне кажется драматическая история Когда одна из них выходила замуж То первым условием будущего супруга было Уничтожь альбом Пушкина Она его уничтожила И наверное мы потеряли Много-много-много Мне изюм не идет на ум Цукерброд не лезет в рот По стилам не хороша Без тебя Моя душа Пушкин Пушкин Сегодня вечером увижусь я с тобою Сегодня вечером решится с жребей мой Сегодня получу желаемое мною Иль Иль Апшит на покой А завтра А завтра Черт возьми Как зюзя Натянуся На тройке ухарской стрелой полечу Проспавшись до двери В двери опять напьюся И пьяный в Петербург На пьянство Прискочу Но Но если счастье Назначено судьбою Тому, кто целый век со счастьем не знаком Тогда Ох И тогда напьюсь Свинья свиньею И с радостью пропью Прогоны с кошельком Денис Давыдов Я ехал к вам Живые сны за мной велись толпой игривой И месяц с правой стороны Сопровождал мой бег ретивый Я ехал прочь Иные сны Душе влюбленной Грустно было И месяц с левой стороны Сопровождал меня уныло Мечтанью вечному В тиши Так предаемся мы Поэты Так Суеверные Приметы Согласны С чувствами Души Пушкин Блажен, кто Про себя Таил Души Высокие Создания И от людей Как от могил Не ждал за чувства Воздаяния Б.П. К.С. Если жизнь тебя обманет Не печалься Не сердись В день уныния Смирись День веселья Верь Настанет Сердце в будущем живет Настоящее Унылое Все мгновенно Все пройдет Что пройдет То будет Мило Пушкин И мы Зачем я ею очарован Зачем расстаться Должен с ней Когда б я не был избалован Цыганской жизнью моей Не закончено Пушкин Вы помните Александр Сергеевич Всегда ее называл Фараонка Фараонка моя Фараонка Та самая цыганка Цыганка Таня Которую он даже накануне Свадьбы Венчание Пришел И она ему По наивности Спела Трагическую песню Как бы предвещая Его судьбу Цыганка Таня Хор Соколова И сейчас вы услышите Польку Соколова Соколова ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА КОНЕЦ Поэтов много развелось в округе. От их тоски где спрятаться мне, други? Уж и в альбоме места нет. Закрой его, коль ты поэт. ЛТ. Я не поэт, а просто воин. Попал в альбом и тем доволен. ББ. Я пью за здоровье немногих, Немногих, но верных друзей, Друзей неуклончиво строгих В соблазнах изменчивых дней. Я пью за здоровье далеких, Далеких, но милых друзей, Друзей, как и я, Одиноких средь чуждых сердца мых людей. В мой кубок с вином льются слезы, Но сладок и чист их поток. Так с алыми черные розы Вплелись в мой застольный венок. Мой кубок за здравье немногих, Немногих, но верных друзей, Друзей неуклончиво строгих В соблазнах изменчивых дней. За здравье и ближних, Далеких, далеких, но сердцу родных, И в память друзей одиноких, Почивших в могилах немых. Петр Вяземский. Сейчас прозвусит мелодия. Мне кажется, она гимн того времени. Она выражает все. Она выражает все. Итак, музыка номер 39, Слова номер 33. Яковлев Дельвик. Элегия. Когда душа, Просилась ты Погибнуть и любить, Когда желания и мечты К тебе Теснились жить, Когда еще Я не пил слез Из чаши бытия Зачем тогда Венки из роз К теням Не отбыл я? Зачем Вы начертали там На памяти моей Единой молодости Знам Вы песни Прошлых дней Я горько Долы И леса И милый взгляд Забыт Зачем Же Ваши Голоса Мне Слов Мой Сохрани Не Возврати Словите Счастье Мне Хоть Дышит У вас Оно С ним В промелькнувшей Старине Простился Я Давно Не Нарушой Нарушой Я Молю Вы Сна Души Моей И Слово Страшного Люблю Не Повторяйте Ей 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 АПЛОДИСМЕНТО 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 ПО dir АПЛОДИСМЕНТО АПЛОДИСМЕНТО На АПЛОДИСМЕНТО Поговорим о двух ролях О роли мужчины и женщины О счастье О любви На эту тему очень много за 3000 лет Высказалось мужчин Некоторые их высказывания я озвучу У счастья нет завтрашнего дня Нет у него и сегодняшнего Оно не думает о будущем Не помнит прошедшего У него есть только настоящее И то не день, а мгновение Тургенев, 19 век Одного невозможно избыть человеку Это стремление к женщине Григорий Богослов Четвертый век нашей эры Сонеты Шекспира Семнадцатый век В переводе Маршака Двадцатый век Да, это правда Где я не бывал Пред кем шута не корчил площадного Как дешево богатство продавал И оскорблял любовь Любовью новой Да, это правда Правде не в упор в глаза смотрел я А куда-то мимо Но юность Вновь нашел мой беглый взор Блуждая Он признал тебя Любимой Все кончено И я не буду вновь искать того Что обостряет страсти Любовью новой проверять любовь Ты божество И весь в твоей я власти Вблизи небес ты мне приют найди На этой чистой любящей груди Нет большего мучения Чем о паре счастливой вспоминать Данте Олегьери Четырнадцатый век Один лишь человек счастливым быть не может Нас вечно что-нибудь снедает Мучит Гложет Пьер де Ронсар Шестнадцатый век Мой глаз и сердце Издавна в борьбе Они тебя не могут поделить Мой глаз твой образ требует себе А сердце в сердце хочет утаить Клянется сердце верное Что ты невидимо для глаз Хранишься в нем А глаз уверен Что твои черты хранит он В чистом зеркале своем Чтоб рассудить Междуусобный спор Собрались мысли За столом суда И Помирить решили Ясный взор и дорогое сердце Навсегда Они на части поделили клад Да я верю Сердце сердцу Взгляду взгляд Я помню взгляд Мне не забыть тот взгляд Он предо мной горит неотразимо В нем счастье блеск В нем страсть и сладкий яд Огонь любви Тоски невыразимой Он душу мне Так сильно взволновал Он новых чувств Родил во мне так много Он сердце мне надолго оковал Неведомой и сладостной тревогой Неведомой и сладостной тревогой У каждой песни есть история Есть много легенд Одесса Конец 19 века Берег моря Встретились двое Конкретно известно Он родился в 1973 году Она в 1976 Он закончил университет И был молодым юристом Под началом у ее отца Ее отец был мировым судьей Они полюбили друг друга Долго объясниться никак не могли И она в качестве объяснения Написала стихи Мне кажется стихи великие Он на них откликнулся мелодией Мелодия тоже поразительная С этим они пришли к отцу Через какое-то время Она была под венцом Но с другим человеком Отцу не нужен был такой зять После революции Ее следы затерялись Она была в эмиграции А он уехал в Москву из Одессы Поступил в театр Корша Очень много там работал И есть сообщение Что в 1925 году Он давал турне по Америке И с большим успехом Исполнял там многие романсы Особенно этот Вы уже поняли о чем я говорю? Музыка Бориса Борисова Слова Елены Дитерихс Звезды на небе Слова Елены Дитерихс Снился мне сад В подвенечном уборе В этом саду Мы с тобою вдвоем Звезды на небе Звезды на море Звезды и в сердце моем Листьев ли шепот И ветра порывы Чутко и душою Я жадно давлю Взоры глубокие Уста молчаливы Милая Я вас люблю День и ночные Плывут на просторе Счастье и радость Счастье и радость Разлиты кругом Звезды на небе Звезды на море Звезды и в сердце моем Аплодисменты Любовь великолепно Умеет убеждать Петрарк Когда клянешься мне Что вся ты сплошь Служить достойно Правды образцом Я верю Хоть и вижу Как ты лжешь Вообразив меня Слепым юнцом Польщенный тем Что я еще могу Казаться Юным Правде вопреки Я сам себе В своем тщеславье Лгу И оба мы От правды Далеки Не скажешь ты Что солгала мне Вновь Что мне признать Свой возраст Смысла нет Доверьем мнимым Держится любовь А старость Полюбив Стыдится лет Я лгу тебе Ты лжешь Невольно мне И кажется Довольны мы Вполне АПЛОДИСМЕНТЫ Огонь Женщина И море Три бедствия Эзоп Да Пятый век До нашей эры Нет ничего Пагубнее Женщины Гомер Восьмой Век До нашей эры Оправдывать Меня Не принуждай Твою Несправедливость И обман Уж лучше Силу Силой Побеждай Но хитростью Не наноси Мне Ра Люби Другого Но в минуты Встреч Ты от меня Ресниц Не отводи Зачем Хитрить Твой взгляд Разящий Меч И нет брони На любящей груди Сама Ты знаешь Силу Глаз Твоих И может Статься Взор И отводя Ты убивать Готовишься Других Меня Из милосердия Щадя О, не щади Пускай Прямой Твой взгляд Убьет меня Я Смерти буду рад Еще одна история Псковский Драматический Театр Рубеж веков Труппа Разнообразная Есть профессионалы Есть любители Дилетанты Один молодой человек Учился в Петербургском Университете За студенческие волнения Его отчислили Он вернулся Во Псков Он Там родился И Работал в театре Был очень музыкальным И В рецензиях Того времени Было написано Что он Кудряша играл В Грозе Очень хорошо Но особенно Проявились его Музыкальные Возможности Он так хорошо Спел песню Что галерка Потребовала Исполнять ее Дважды И туда же в 1904 году Приехала молодая актриса На роли Молодых инженю Выпускница Училища Малого театра Она училась У Ленского Фамилия ее Александра Медведева Критика Критика писала Что Невзрачная внешность Сутуловатая Серые глаза Но В экстатических Проявлениях Вот это слово мне понравилось Она Преображалась И брала публику В общем У них возникло чувство И родился роман Слова и музыка Николая Листова Я помню вальса Звук прелестный Вальс Я помню вальс Звук прелестный Весенней ночью в поздний час Его пел голос неизвестный И песня чудная велась Да то был вальс старинный, томный Да то был дивный вальс Теперь зима, и те же ели Покрыты зороком стоят А под окном шумят метели И звуки вальса не звучат Где ж этот вальс старинный, томный? Где ж этот дивный вальс? Но верю я промчатся грозы И в гости к нам придет весна Опять вернутся птицы с юга И снова будет вальс звучать Да будет вальс старинный, томный Да будет дивный вальс Ссоры любящих длятся недолго Григорий Богослов Женщины мастерски владеют искусством перевязывать раны Почти так же, как искусством их наносить Жюль де Ревельи, девятнадцатый век Ты говоришь, что нет любви во мне Ну разве я, ведя войну с тобою Не на твоей воюю стороне И не сдаю оружия без боя Вступала я в союз с твоим врагом Люблю ли тех, кого ты ненавидишь И разве не виню себя кругом Когда меня напрасно ты обидишь Какой заслугой я горжусь своей Чтобы считать позором унижения Твой грех мне добродетели милей Мой приговор ресниц твоих движений В твоей вражде понятно мне одно Ты любишь зрячих Я ослеп давно Не вздумать ставить женщине на вид Ее недостатки Овидий первый век нашей эры Две ошибки совершил творец Создал женщину и золото Древнее изречение Ее глаза на звезды не похож Нельзя уста кораллами назвать Небелоснежно плеч открытых кожа И черной проволокой вьется прядь С дамасской розой, алой или белой Нельзя сравнить оттенок этих щек А тело пахнет так, как пахнет тело Не как фиалки нежный лепесток Ты не найдешь в ней совершенных линий Особенного света на челе Не знаю я, как шествует богиня Но милая шагает по земле И все ж она уступит тем едва ли Кого в сравнениях пышных оболгали Что это сердце сильно так бьется Что за тревога волнует мне грудь Чей это голос вдали раздается Ночь напролет не могу я уснуть Нет, не скажу я людям об этом Нет, не спрошу их, что стало со мной И мне понять лишь холодным ответом Все посмеются, они надо мной Знаю причину, что сердце забилось Как пережить мне тревогу опять Это же новое чувство явилось Новые муки готов я встречать Началов нашего отделения я бы посвятил Николаю Рубцову Привет, Россия, Родина моя, Как под твоей мне радостно листвою, И песен нет, но ясно слышу я Незримых певчих пенье хоровое. Как будто ветер гнал меня по ней, По всей земле, по селам и столицам. Я сильный был, но ветер был сильней, И я нигде не мог остановиться. Привет, Россия, Родина моя, Сильнее бурь, сильнее всякой воли, Любовь к твоим овинам у жневья, Любовь к тебе изба в лазурном поле. Как далеко дороги пролегли, Как широко раскинулись угодья, Как высоко над зыбким половодьем Без остановки мчатся журавли. В лучах весны зови или не зови, Они кричат все радостней, все ближе. Вот снова игры юности, любви я вижу здесь, Но прежних не увижу. И обступают бурную реку все те же цветы, А девушки другие. И говорить не надо им, Какие мы знали дни на этом берегу, Бегут себе, играя и дразня. Я вслед кричу, куда же вы, куда вы, Взгляните ж вы, какие здесь купавы, Но разве кто послушает меня? АПЛОДИСМЕНТЫ Доволен я буквально всем. На животе лежу и ем бруснику, Крупную бруснику. Пугаю ящериц на пне, Потом валяюсь на спине, Внимая жалобному крику болотной птицы. Надо мной, между березой и сосной, В своей печали бесконечной Плывут, как мысли, облака. Внизу волнуется река, Как чувство радости беспечной. Я так люблю осенний лес, Над ним сияние небес, Что я хотел бы превратиться Или в багряный тихий лист, Или в дождевой веселый свист, Но превратившись, Возродиться И возвратиться в отчий дом, Чтобы однажды в доме том, Перед дорогою большою сказать, Я был в лесу листом, Сказать, я был в лесу дождем, Поверьте мне, я чист душою. Николай Михайлович очень любил Народные песни, Пел их все время, всегда. И я попытаюсь тоже Исполнить несколько песен, Но это не моя интерпретация. Так эти песни Пел мой дед когда-то. Что так скучно, Что так грустно, День идет не в день, Обывало, Распевал я Шапку на векре. Эй, вынули, что заснули, Шевели, гляди, Молодые удалые Гривачи мои. С песней звонкой Шел сторонкой К любушке своей И украдкой И украдкой И с оглядкой Целовался с ней. Эй, вынули, что заснули, Шевели, гляди, Удалые вороны Гривачи мои. Мать узнала, Мать узнала, Все пропало, Любу заперла И с дому И с дому За Ерему Там уже удала Эй, вынули, что заснули, Шевели, гляди, Удалые Молодые Гривачи Мои Время Минет Кровь Остынет Замолчит Печаль Молодую Удалую Только тройку Жаль Эй, вынули, что заснули, Шевели, гляди, Удалые Удалые Молодые Гривачи Мои Как служил солдат Службу Аккуратную Службу 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 Двадцать лет Служил Службу Службу Как лунь на крыльце его. Молода жена двадцати годов Словно не была ни морщинки нет, На лице её ни сидинки нет, В косах девичьих посмотрел солдат На жену свою и сказал солдат Слово горькое. Видно, ты, жена, хорошо жила, Хорошо жила, не состарилась, А в ответ ему говорит она, Говорит она, сама плачет вся. Я не жена твоя, я законная, А я дочь твоя, дочь сиротская, А жена твоя, третий год лежит Во сырой земле по берёзонькой. Как вошёл солдат во родимый дом, Зелена вина приказал подать, Пьёт вино солдат по седым усам. То ли вино течёт, то ли слёзы льки... Я запомнил, как диво тот лесной хуторок, Задремавшись счастливо Меж звериных дорог. Там, в избе деревянной, Без претензий и льгот, Так, без газа, без ванны, Добрый Филя живёт, Филя любит скотину, Ест любую еду, Филя ходит в долину, Филя дует в дуду, Мир такой справедливый, Даже нечего крыть. Филя, что молчаливый, А о чём говорить? Последний, но не шной, Денёчек Гуляю с вами я, друзья, А завтра ранды на рассвете Заплачет вся моя родня, Заплачут братья мои и сёстры, Заплачет мать и мой отец, Ещё заплачет дорогая, С которой шёл я под венец. Коляска к дому подкатила, Колёсы да об землю стучат, А староста в окно стучится, Давайте вы сына своего. Крестьянский сын Крестьянский сын Давно готовый В объятьях матери своей. Прощай, ты, мать моя родная, Прощайте, все милые друзья, Прощай, ты, вся моя деревня, Прощайте, милые друзья, Беда со мной не разменётся, Убит, наверно, буду я. АПЛОДИСМЕНТЫ Грязь кругом оттянет на болото, Дождь кругом оттянет на реку, И грустит избушка между лодок На своём ненастном берегу. Облетают листья, уплывают Мимо голых веток и оград. В эти дни дороже мне бывает И дела, и помыслы утрат. Слёз не лей над кочкою болотной От того, что слишком я горяч. Вот умру, и стану я холодный, Вот тогда, любимая, поплачь. АПЛОДИСМЕНТЫ Звейтесь, соколы, с орлами, Полно горе горевать, То ли дело под шатрами В поле лагерем стоять. Лагерь город полотняный, Морем улицы шумянат, По золотою румяной Медные маковки горят. Но едва рассвет проглянет, Строй пехотный зашумит, Барабаном в небо грянет И штыками заблестит. Закипит тогда войною Богатырская война, Строй на строй пойдёт стеною И прокатится урок. Все подвластно царской воле, Под бою кончен спор, И на прежнем ратном поле Песню дружно грянет хор. Слава матушке России, Слава русскому царю, Слава вере православной И солдату молодцу! Слава вере православной И солдату молодцу! Выпал снег, и всё забылось, Чем душа была полна. Сердце проще вдруг забилось, Словно выпил я вина. Вдоль по улице по узкой Чистым мчится ветерок, Красотою древнерусской Обновился городок. Снег летит на храм Софии, На детей, а их не счесть. Снег летит по всей России, Словно радостная весть. Снег летит! Гляди и слушай! Так вот просто и хитро Жизнь порой врачует душу. Ну и ладно, и добро! АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Девушки отдыхают Я решил поставить твердую точку Все, я навсегда останусь трехлетним ребенком Я буду гномом Что ты делаешь?